всем привет мои дорогие друзья давайте сегодня покушаем мою любимую еду это вермышель я вам раньше рассказал что она мне очень нравится вот и у нас тут есть сырные наггетсы наггетсы покупные покупала супруга сейчас будем пробовать если честно я только в макдональдсе их попробовал и то с ребенком когда был так мне к ним никакого пристрастия не было сегодня вместе с вами это все дело покушаем это у нас как сказать соус томатные томатное наполнение всякие там зеленухи и специи чеснок обязательно здесь у нас как вы видите помидоры типа желтые нашли их внезапно на рыночке решили купить и конечно же с вами давайте покушаем здесь прячется ноутбук всем огромного аппетита приятного огромного аппетита хорошего настроения давайте начинать и и и пожалуй и пожалуй мы это все дело начнем кушать берите чего повкуснее не откладывать этот вопрос давайте начинать будет я сейчас попробую начну естественно с макарон сразу говорю макарон чуть-чуть недосоренные боялся я пересолить вот помидоры желтенькие в принципе по вкусу они особо ничем не отличаются наггетсы попробуем сейчас вот так вот макнуть кстати наггетсы это куриные довольно таки не вкусно кстати сырный оттенок слышен если честно давайте вот это еще сюда накрутим грызу я так дальше свою щеку я не знаю сколько это будет продолжаться но моему организму мало мяса наверно потому что он сам себя начинает кушать сегодня с утра ходили по рынку смотрели что интересненько там есть ну в принципе что поинтереснее что повкуснее сейчас почитаем несколько вопросов конечно же вы мое мнение узнаете и давайте давайте читать пишет саша жиряков 2 привет приятного аппетита спасибо передай следующем видео привет саше жирякову саша жиряков огромный тебе привет молодец что смотришь респект тебе большой уважуха привет тебе твоим близким днепр украина украина кстати как там у вас вообще в украине мне очень интересно у меня много родственников там знакомых вот и все всех раскидала вообще по украине связи с некоторыми случаями сами знаете какими вот поэтому огромный привет конечно же туда улетает а мы наверное продолжаем сейчас будем еще вопросы читать будет кстати как правильно кушать наггетсы с чем они кушаются с соусами лучше их вообще или как лучше сказать правильно как их кушать какими соусами чтобы они раскрыли свой вкус полный мне вот это интересно конечно я не то чтобы прям такой любитель этих наггетсов ну очень интересно может быть есть такие вещи которые я делаю неправильно поэтому лучше спросить я кстати никогда не стесняюсь спросить даже если по работе что нибудь там у нас какие то вопросы и я ну реально не знаю мне реально легче подойти и спросить лучше лучше наверное мое мнение лучше спросить чем сделать что то не так и потом думать что все вокруг тебя плохие люди кстати знаете как наверное можем попробовать вот так вот попробуем это все полить видно вам сколько здесь зеленухи и всяких вот этих вот приправочек давайте сюда тоже польем вкусняха вкусняха ребята конечно же макароны преобразились однозначно однозначно вкуснях вкуснях а не вкуснях Вопрос у меня такой, каким-либо спортом вы занимались? Когда и сколько раз участвовали в драках? Если бой, выйдут борец и боксер, как думаете, кто выиграет? По поводу спорта, я вам говорил, что я в молодости, в моей молодости, старик, да, сидит такой, ага, занимался спортивной гимнастикой. Мне это очень нравилось, очень приносило много удовольствия. До некоторых случаев, когда у меня случилась там травма. То есть, там перекладина, есть ремни, которые вешаются, они как круг такой вешаются на тряпочный, да, он вешается на гриф перекладин, ты вставляешь руку и тогда берешь за перекладину. Так вот, короче, этот страховочный, назовем его пояс, он должен вместе с вами, извиняюсь, крутиться, когда вы делаете большие обороты. Солнышко в простонародье. Так вот, в общем, короче, ремень перестал крутиться, и я как просто, как белевая веревка, начал наматываться. У меня руку получилось, что закусил этот ремень, и она у меня поломана не было, переломов не было. А именно вот растяжением во многих местах у меня локтевой и запястный, вот этот сустав, короче, он у меня растянулся. После этого, ну это где-то прошло 4 года, я занимался спортивной гимнастикой, у меня там уже был третий взрослый, я тянул на второй уже взрослый, а там, чем выше разряд, тем более сложнее элементы, как вы понимаете, и поэтому мне приходилось добавлять более-более интересные элементы для сдачи на соревнованиях этого именно экзамена на разряд. Вот. И все, и после этого, короче, меня как бабка пошептала по поводу любви именно к этому снаряду. Перекладина для меня стала нелюбимый снаряд, потому что она мне сделала больно, а вот очень трудно было перебороть, ну и потом, в общем, началось у меня уже обучение более, там, институт и все такое. В общем, пришлось выбирать, то ли мне спорт выбирать, то ли учебу, в общем, короче, как вы понимаете, выбрал я учебу и благополучно закончил ее. Спортом же пришлось пожертвовать. Возможно, это и плохо. Не знаю, как вообще крутнулась бы моя жизнь. Было бы интересно отмотать жизнь назад и попробовать другой дорожкой пройти. По крайней мере, я бы такое хотел. По поводу драк. Именно, чтобы сильно много драк... Нет, у меня не было именно драк. Да, участвовал, конечно же, после школы, там, как за двором школы. Не всегда выходил победителем, конечно же. Но руки не опускал. Вот. Именно, чтобы любить драки. Нет. Но так уже, как бы, как говорится, приходилось. Вот. Так что. На пальцах посчитать, наверное, я не могу даже. Я больше скажу, даже вот за свою Светлану, когда мы вместе встречались, то мы пошли в гости и ее приглашал один там друг, ее друг, приглашал ее танцевать. Там музыка какая-то играла. Она раза два или три сказала, что нет, не хочу. Но все равно парень был настойчиво. В общем, в итоге мне пришлось вывести его, как бы, ну, сказать, пошли поговорим. Я реально хотел просто поговорить, но парень был немножко не в себе и, в общем, начал затеял эту драку. Ну, в конце концов, он просто ударился об двери, как, в своем доме вот эти вот на заворота, обворота, вот, в общем, расшиб себе лоб, щеку и все такое. Естественно, что мне стало не очень по себе, потому что район немой, и вообще, меня только знает один человек. Ну, в общем, все нормально закончилось, поэтому, поэтому вот так. кстати, об этом случае даже мама не знает, если посмотрит, наверное, узнает. Будут лишние вопросы. Ну, бог с ним. Что было, то, то было. по поводу, если бой будет борец и боксер, понимаете, тут такие понятия относительные. Борцы, они же как-то там делятся по весовой категории. А вот, боксеры же тоже как-то, понимаете, то есть, как бы сопоставлять, может быть, там слон выйдет, а там моська выйдет, понимаете, или наоборот. Но если все в одной категории, все будут равны, там, мастерами спорта и все такое, я даже не знаю, тут более, наверное, случая будет такое. Ну, я не могу предсказать, если честно, я не знаю. Возможно, мне тут боксер это задает вопрос, или борец, не знаю. поэтому мне бы самого хотелось бы спросить вот у Актана Анарбекова, как вот ты думаешь, кто победит? Я так понимаю, борцу надо на более близкие расстояния сближаться, и захваты. А боксер может навалять ему с расстоянием, поэтому, ну, не знаю, правда, не знаю. ребята, не могу вам сказать, поэтому вот так. Вот так же. Чтобы не выпачкать тут все. А то он заругает меня. каждый день стирает. Каждый день стирает. очень вкусно, ребят не знаю даже, как это описать но в общем, иногда себе баловать можно вот фильмы, сериалы так, вопрос а, тогда вопрос дрался когда-нибудь, но по-моему я уже ответил на этот вопрос Лола пишет привет, приятного аппетита вам же, как всегда, много вопросиков вот, давай, Лола какой любимый торт и с какой начинкой пирожные самое классное пирожные 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 по поводу торта если честно, торта торта я извиняюсь, если не буду не прав поэтому, тысячу извинений по поводу вот этого сладости я сильно таких прям больших предпочтений не имею мне нравятся бисквитные но если там будет какой-то там масляный или еще там что какой-то в принципе я съем кусочек как там, так и там съем но если так вот для меня вот мне больше нравится бисквитный сметаны крем мне не нравится вот безе сливки и все такое мне вот это все нравится очень-очень-очень то есть, чтобы он был легкий они же все легкие, да? я имею ввиду чтобы без сгущенки вообще без сгущенки вот, поэтому так какой начинкой пирожные самые классные наверное, с вишней скорее всего с вишней но один большой минус в вишнях то, что там попадаются иногда косточки блин, как вообще очень-очень обидно когда ты просто берешь кушаешь этот пирожок и тебе попадается это ой, хруст такой стоит капец-капец и потом просто ты ешь следующий пирожок как по минному полю идешь и ждешь опять эту косточку и в общем такое люблю, когда много начинки очень люблю поэтому пирожки они содержат не так много если вот взять пирог да, вот именно с печь и наложить сверху прям наложить вот этих вот вишен, да? мне очень нравится вот именно так вообще мне нравится поэтому я всегда маму просил и бабушку чтобы она если делала там пирог то она накладывала побольше начинки вот это очень вкусно и в принципе очень рекомендую еще люблю, когда края именно вот самого пирога спросили за пирожки а я тут за пироги уже перешел ну, наверное далеко они не ушли чтобы края были тоже в начинке потому что они подсыхают безумно, да? когда готовят их и тогда в общем кушать не очень интересно тогда начинаешь во рту там всякие раны короче считать пока лето нужно кушать свои именно вот помидорчики обязательно если вот как я вот взял даже если вы в квартирах живете блин посадите помидорчик я кстати во Москве маленький секрет я уже у меня угостили маленькими таким маленькими помидорчиками черри я хочу с них выждать я их положил на солнышко пусть они высыхают хочу на работе посадить семечки именно в горшочек и там чтобы были черрики на работе вообще это бомба ребята это это стреляет так что очень-очень в прошлом году я садил на работе огурцы да именно на подоконнике садишь все поливаешь и погнали они вверх веревочку натянул так нам просто ходили смотреть как растут огурцы очень было интересно очень много удивлений было поэтому если вы хотите как-нибудь удивить своих на работе сослуживцев вы можете запросто это сделать запросто Я немножко поголодался Пока я с вами разговаривал Идем дальше Какой ваш любимый цвет? Я вам скажу, только вы не смейтесь, ладно? Вообще мой любимый цвет Синий А если быть более точным То мой цвет Больше любимый голубой То есть как небо Мне он нравится И я не знаю, с чем это связано Я не знаю, реально Нравится и все Если вот в машинах, то синий Если вот в чем-то там Ну то есть, короче, оттенки У меня вот так вот Только не смейтесь, ладно? Правда, мне как-то даже стыдно Порой мне он нравится синий, да? Ну и все, и начинаются всякие вот эти вот Шутки-прибаутки Какой-то тебе нравится, значит ты ага И все такое В общем, вот так вот Чтобы вы выбрали Иметь способность перематывать жизнь назад Или ставить ее на паузу А на паузу Если я поставлю жизнь То я могу передвигаться по этой жизни? Если так, то наверное Не знаю, это классно, если честно Ну назад Если честно, то назад бы, конечно Наверное, больше бы хотелось Потому что, ну остановил ты на паузу Что-то там Натрескал ему, да? Пока пауза эта идет Потом ушел А он весь в синяках Или как? То есть, как бы тут такое Ну или воростом заниматься Ну, что не очень интересно Поэтому, скорее всего, наверное Перематывать жизнь назад И, наверное, я бы на работу сразу перестал ходить Если была бы такая возможность Ну и вы сами понимаете, да? Прогнозы там и все такое На спорт там И такое дело Это было очень полезно бы, конечно Но, увы Ах, у нас такой нет возможности Поэтому Поэтому Перематывать жизнь назад хочу Только без потери Моего состояния Ну, я имею ввиду Жизненного Чтобы жизнь моя Также откатывалась назад Но мозг понимал Что было за этот период Вот Если бы вам Предстоял срочный выбор То от каких Пяти продуктов Вы бы отказались В первую очередь Ух ты Пяти продуктов Пяти продуктов Мясо бы оставил бы, ребят Пяти продуктов бы Отманки подказался Но именно от того Чего я не люблю, если честно И если такой выбор Конечно же Я не пренебрегал бы тем Что мне очень нравится Вот Поэтому Выбрал бы, да Вот это все Что мне не нравится Конечно бы От него отказался А если из того Что нравится Ну, как бы Оставил бы альтернативу Допустим От колбасы Отказался Но От мясных продуктов Нет Или наоборот То есть, как бы Вот, чтобы Взаимозаменять Сою не люблю Ну, как сказать Не люблю Я не Не то, чтобы Не люблю Она нормальная Безо всякого Тем более Если хорошо приготовить Она без проблем Но Заменить мясо Для меня Она не может Хотя вот именно По белку Говорят, что Да, она заменяет В общем Бурная у меня фантазия По этому поводу Поэтому Вы поняли Да Если что мне не нравится Я отказался Под это вообще Без проблем Вот Что бы вы выбрали Умело лгать И выкручиваться Из любой ситуации Или уметь Всегда распознавать ложь Конечно же Ложь распознавать Зачем лгать Выкручиваться Из любой ситуации Тем более Все равно Это будет видно Со стороны Как бы люди Это подметят И будут ограничивать Со мной Кругом Ну как Будут убирать Меня из общения И все такое Поэтому Тут Тут Скорее всего Распознавать ложь Ну очень бы интересно Как это Как это сигнализировало Да, Лулочка Большое тебе спасибо За вопросики Конечно же Очень интересные Они Вот А мы давайте Покушаем По поводу Я кстати Тоже еще хотел Сказать Сейчас Кстати Секунду Ой, извиняюсь Оп Уже очень Оно так вкусно Макароны Наверное Впитывают Это все Делаем Мне Нравится Они более Туда становятся Водянистыми В общем Короче Вай-вай Все хорошо Наггетсы Наггетсы Наверное Чем плохие Что они застывают Их надо Кушать Всегда Теплыми Вот Либо Либо В соус Макать Их И они Будут Боль-мень Боль-мень Пельмень По поводу Качества Видео Ну да Многие спрашивают У тебя Поменялось Качество Картинки Мне очень приятно Что вы именно Это заметили Потому что Это наверное Первый показатель Ради чего Я это все Дело делал Вот Я себе Купил Телефон Сейчас конечно же Это все дело Снимается на телефон Вот Снимается Разрешением 4К И потом Да Они Файлы Объемные Становятся Но От этого Картинка Становится Лучше Как вы заметили И мне В принципе Это нравится Взял телефон Всяомку Вот Мне В принципе Нравится Жена Ходит Всяомкой Нареканий Никаких Нет На них Поэтому Вот так Кстати У меня еще есть Сейчас Ну как сказать Не то чтобы Мечта Есть желание Огромное Я сейчас Каплю Денежку Вот Я хочу Себе Люстру Точнее не Люстру Потолочный Светильник Вот У меня Вот эти Уже Которые Старенькие Люстры Ну которые С соплами Ракет Мне Немножко Надоели Я хочу Что-нибудь Интересное Так что Если у вас Какие-нибудь Такие Приложения Есть Обязательно Рассмотрю Больше Я смотрю На вот эти На Как Светодиодные Да Или как Очень интересные Много Предложений Есть Поэтому Глаза Разбегаются Вот Люстры Ты Смотрел Которые Во-первых Что Они На пульту Регулируются Вот так Там Вот эти Светодиодные Ленты Вот Они Меняют Цвет И все Такое Но у меня Стоят Проходные Выключатели Спальные То есть Ты входишь В комнату Включатель Включил И возле Кровати Тоже два Выключателя То есть Чтобы ты Не вставал А включил Просто Включатель Над головой Очень Удобно Вот А теперь Хочу Какую-то Такую Люстру Которая Если Есть Такая Возможность Она Регулировалась Еще По Яркости То есть Нужно Тебе Да Свет Какой-то Такой Для Чтения Ты Как-то Его На Больше Накрутил Нужно Фильм Посмотреть На Меньше Накрутил Ну В общем Пока Одни Короче Мечт Мечт Очень Много Я думаю Это нормально Вот Если У вас Есть Какие-то Мечты Обязательно Напишите Мне Очень Интересно Еще Кстати Вопрос Нормально Ли Всегда Иметь Мечту Или Вопрос От Обратного Может Ли Человек Жить Если У него Все Есть В смысле Не то Что Может Интересно Было Ему Вообще Жить Я Понимаю Что Нам Интересно Узнать Как Это Не Иметь Мечты А Мне Интересно Как 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 Бообще Жилось Если У тебя Все Есть Ну Естественно Что Проблем У тебя Нет Работы Конечно Нет У тебя Просто Все Что Тебе Надо Есть Ты Захотел Оно Тебе Есть Поможем Помидорчикам Поэтому Вот так Кстати На природу Так Хочется Пока Лето Кстати Осенью Тоже Можно Ходить На природу До Снега Вообще Можно Легко Все Ребят Я покушал Надеюсь Вам Было Так же Вкусно Как И Мне Не Забываем Ставить Лайки Пишите Комменты Мне Очень Приятно Огромное Спасибо Всем Тем Кто Смотрел К сожалению Я вам Не передал Привет Я вам Сейчас Всем Привет Передаю Будьте Счастливы Здоровы Хорошее Настроение Всем Пока